Добрый день, ребятки! Сегодня столкнулся с такой моделью телефона, Fly IQ 450, принесли мёртвый, вообще не включающийся никакой индикации, соответственно батарейка не заряжается через него. Бился я, наверное, полтора часа, мост кипит, вот расскажу вам. Официальных прошивок на него нет, на эту модель. Вот в чём проблема. А так как он не включается, нереально поставить кастомный рекавери. Вот, что было сделано. Сейчас я вам расскажу на экране монитора. И прежде что нам понадобится для прошивки этого аппарата, сам аппарат, конечно, батарейка заряженная, хотя бы на 50%, шнур обычный датакабель и флешечка не ниже, чем на 500 мегабайт. Итак, телефон-то я уже прошил, поэтому полностью процесс не буду показывать. То есть сам процесс прошивки не буду показывать. Так, первое, что нам надо, так это я вам покажу, программа Flash Tool Mode, я вам тоже ссылочку на неё дам, но в принципе любой Flash Tool, можно даже третьей версии. Так, прошивка нам нужна, прошивка нам нужна, вот это, это от однородного MicroMax A100, прошивка от MicroMax A100. Соответственно, сперва прошиваем её, она под Flash Tool, ссылку на неё тоже вам дам, но после прошивки у вас будет, соответственно, прошивка MicroMax, там всё MicroMax, нет русского языка, её добавляем во Flash Tool, соответственно, от неё скатер, добавляем, и у вас появляется вот такая табличка. Снимаем Preloader, галочку, отмечаем, ну здесь можно не ставить галочку, я поставил, нажимаем Download, соглашаемся, вставляем в телефон батарейку, подключаем USB-шнуру и прошивка у вас пойдёт. Будет зелёный кружок, всё загорится. Можно потом включить, запустить телефон, там пройти все настройки, но это не обязательно. Потом, что нам нужно? Кастомное рекавери зашить. Добавляем это кастомное рекавери. Вот сейчас на рабочем столе лежит, выбираем рабочий стол. Где у нас тут рекавери, вот оно, вот оно, кастомное рекавери, все остальные галочки снимаем. Сейчас у вас стоковый рекавери стоит, и через него вы не прошьёте. Далее нам нужно прошивать с флешки. Так же самое, нажимаем Download, соглашаемся, вставляем в телефон батарейку, передёргиваем его в батарейку, подключаем к шнурку, прошивка пойдёт. Быстро пробежит, тоже опять зелёный кружок. Рекавери у вас стоит. Всё, теперь нам эта программа уже не нужна. Далее нам нужно скачать прошивку кастомную, которая присутствует на сайте fobda. Я много прошивок использовал, много, всяких, и киккаты, пробовал джили бины, разные, от galaxy зашивал, выдаёт ошибку. Ice cream sandwich тоже ставил разные, где-то русского языка нету, где-то они кривые, где-то что-то не работает. В общем перепробовал кучу, и более-менее подошла мне вот эта lazy room. Ну вот на fob, да, я отдам ссылочку, пожалуйста, скачивайте, это lazy room. Но будьте внимательны, то что как бы даю на сторонний ресурс, и здесь вот многие уже ссылки не работают. Вот kitkat я хотел поставить, пожалуйста, скачать, ничего не найдено. Всё, время проходит, и ребята ссылки рубят, либо аккаунты удаляют, либо удаляют сам файл, и в общем перемещают его, и уже ничего не сделаешь. Это кастомная прошивка, сделана в чёрно-белых тонах, там в принципе сами посмотрите, какие-то дополнения может поставить. Скачиваем её с индекс диска опять же, этот же zip-архив закидываем на флешку, флешку вставляем в телефон, вставляем батарейку. И теперь заходим в custom recovery, зажимаем обе кнопки громкости, включение. Вот появляются две такие полоски, отпускаем всё сразу, и нажимаем громкость вверх. Дальше переводим на recovery громкостью вверх, и громкостью вниз подтверждаем. Тоже от флая я зашивал кастомную прошивку, она кривая, нет, всё нормально, я зашил её, нормально, извиняюсь. Далее здесь громкостью вниз вверх манипулируем выбором, подтверждаем выбор кнопкой включения. Нам нужно vip-cache, то есть vip-data-factory-resit, vip-data. Нажимаем кнопку включения, переводим на yes, опять кнопка включения и сбросится. Я этого делать не буду, а вы делайте. Далее vip-vip-cache-partition. Подтверждаем, опять на yes, и кнопкой включения подтверждаем. Далее заходим в advanced. Vip-data-factory-resit, 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 vip-data-factory-resit. Вайп-далли-кэш, тоже нажимаем. Опять переводим на yes, подтверждаем. Далее в эту менюшку попадете. Go back. Далее, что нам нужно. Install zip from cd-card. Второй пункт. Подтверждаем. Так, здесь первый пункт. Choose zip from cd-card. Ну вот, у меня тут много всего, потому что запускал. Выбираем свой архив, который вы скидывали на флешку. Он называться будет, ну в этом случае, если вы эту же прошивку будете запихивать. Lazy room. Подтверждаем. Здесь опять на yes. Подтверждаем. Побежит строчки. Нужно тут дождаться, когда он выползет, ну как бы напишет лог, что complete. Полностью завершена прошивка. Дальше везде выходите. В этом recovery на главную страницу. И нажимайте reboot system now. Перезагрузить систему. И все. Но особенности этой прошивки почитаете. В общем, вот такой геморрой. Была бы стоковая прошивка под флештул. Прошила и без вопросов. А здесь вот такая. Ну вот, мертвый телефончик восстановился. Вот таким кривым образом. Потому что, блин, fly. Здесь у вас долго, может быть, летать кружочки. Я-то уже настроил. А вам потом пройти настройки. Ну вот первый раз я зашивал Lazy room. Он мне начал выдавать ошибку в каком-то приложении. И никак. Я потом начал другие прошивки искать. И в результате ни хрена нормального не нашел. Опять этот Lazy зашил. И вроде нормально. Интерфейс вы сейчас увидите какой. Вот такой интерфейс. В черно-белых тонах. В принципе, все можно настроить. Вот название прошивки Lazy room. Автор прошивки. Ну, хотя бы модель написана. Fly IQ 450. Положено Android 4.2.1. Так что вот так, ребятки. Спасибо за внимание. Кому-то, может быть, облегчил задачу восстановить убитый телефон. Убитый именно из-за прошивки. Я не беру аппаратные проблемы. Вот. Ну все. На этом пока. Всем счастья, удачи, хорошего настроения.